В гостиной семьи Ласьковых идеальный порядок. Младший играет в машинки, старшая Алена рисует. Пексики будем раскрашивать. Может, пей? Эту квартиру в ЖК Симферопольский они купили за 2,5 миллиона. Сами сделали ремонт, купили технику и мебель. Мы здесь живем, в этих квартирах, уже примерно 4-5 лет. У нас есть все коммуникации абсолютно. Есть вода, электричество. Но оформить права собственности не могут. Уже 7 лет дом не принимает госкомиссия. В 2014 году нам застройщик выдал ключи, чтобы мы начали делать ремонт. Он говорит, ребят, заезжайте. Сейчас в течение полугода мы все документы подадим и вас зададим. Люди заехали, сделали ремонт, начали жить. И тут вдруг застройщик исчезает. В такой же ситуации еще 400 дольщиков Симферопольского. Люди живут здесь на птичьих правах. Формально это незавершенный объект. Стройка. Все дома в этом жилом комплексе готовы примерно на 95%. И внешне они ничем не отличаются от обычных многоэтажек. На стройплощадку это место явно не похоже. Хотя формально, по документам, это именно она. Только в этом году достроить дома взялся фонд защиты прав дольщиков. И сразу поставил ультиматум. Работы начнутся, если люди освободят квартиры. Дома надо сдать. То есть мы все в этом заинтересованы. Но выезжать людям некуда. У всех дети, у всех школы, садики. Даже когда капитальный ремонт домов делают, людей не выселяют. Причем не предоставляя никаких гарантий. Если мы съедем, то за сохранность нашего имущества никто гарантий не несет. Доделать осталось совсем немного в подъездах и подвалах. Зачем для этого кого-то выселять, возмущаются люди, непонятно. Лифты установлены. Для того, чтобы их запустить в эксплуатацию, не нужно выселение граждан. Для того, чтобы доделать косметические работы, такие как подъездное освещение, такие как наличники на двери, докрасить, доложить плитку, выселение не требуется. Предоставлять взамен временное жилье местные власти тоже не готовы. Там на сегодняшний момент проживает больше 400 граждан. И в администрации такого большого подменного фонда для представления людям такой возможности нет. После многочисленных жалоб в фонде все же согласились пойти на уступки. Когда мы получим эти документы, можно будет понимать, какие квартиры, какие, наверное, подъезды, какие дома можно делать без отселения, а какие, в каких отселениях на это будет обязательно. Понимаете, что это 400 человек? Понимаем. Что с ними делать? Ну, еще раз говорю, что решения о том, что мы выселяем граждан, нет. Каким в итоге будет решение, никто не знает. Пока в фонде лишь обещают сдать дома в начале следующего года.